Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире генетические ресурсы и территориальный захват. Хайреник – официальная газета Западной Армении. В Нахачеване ситуация относительно спокойная. Турецкие ВВС наносят удары по Северному Ираку. Афринцам раздали турецкие паспорта. Израильские танки у границы Сирии. Анкара и Тегеран находятся в экономическом кризисе. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклорам. Господин президент, Ассамблея армян Западной Армении приветствует 36-ю сессию. И мы выражаем нашу благодарность усилиям коренных народов и заинтересованных государств по защите интеллектуальной собственности. Вопрос защиты и устойчивого использования генетических ресурсов коренных народов является наиболее важным вопросом, связанным с тем, что незаконное приобретение будет особенно уязвимым для коренных народов, которые подлежат конфискации. Я отметил, что этот меморандум имеет правостепенное значение. Наконец, мы вновь подтвердили нашу приверженность международному праву, и резолюция Генеральной Ассамблеи уполномочила тот же комитет, который также принял декларацию о правах коренных народов. Спасибо за внимание. Уважаемые зрители, мы хотим сообщить вам, что 2 июля 2018 года вышла в свет первая ежемесячная официальная газета Западной Армении «Хайреник». Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц, сначала на западно-армянском языке. В ближайшее время будет опубликована газета на турецком и английском языках. На Хачеване ситуация относительно спокойная. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Артрун Ованисян. После последнего инцидента выстрелы были, но в настоящее время ситуация относительно спокойная, отметил он. Ранее Артрун Ованисян писал на своей странице в Facebook, что вооруженные силы Азербайджана на некоторых участках Нахачевана пытались выполнить позиционные инженерские работы. В свою очередь, вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику выполнить свою задачу, вследствие чего одна из азербайджанских позиций была полностью уничтожена и сожжена. Турецкие ВВС нанесли авиаудары по северной части Ирака по групповым позициям рабочей партии Курдистана. Известно, что турецкие истребители F-16 нанесли авиаудары в районе населенных пунктов Запп и Авашинбассян. Источник сообщает, что во время операции были убиты несколько курдских боевиков. Несколько дней назад глава генштаба Турции Хулуси Акар объявил, что турецкие вооруженные силы продолжат действия на севере Ирака, как и в Сирии. Турецкие вооруженные силы вызвали военные действия, чтобы афринцы получили статус беженца на своей территории. После захвата вооруженными силами Турции Африна были предприняты шаги по изменению демографического имиджа сирийского центра, наблюдения по правам человека в Лондоне. В Африне курдские и арабские имена уже были отброшены, и имущество афринцев было захвачено. Все это заставило афринцев стать беженцами. Им сейчас раздали паспорты на турецком языке. Паспорты были розданы в Африне и во всех деревнях. Один из афринцев сказал о том, что уже чувствует себя чужими на своей земле. Теперь у них есть паспорт на турецком и арабском языках, отметил он. Израильские танки у границы Сирии. Об этом говорится в сообщении израильской армии. Как отмечается, в воскресенье утром 1 июля на границе были установлены танковые и артиллерийские подразделения. Это было сделано после анализа ситуации с военными действиями сирийского правительства и боевиков. Отмечается, что Израиль проводит политику, не вмешиваясь в сирийскую гражданскую войну. Но он немедленно отреагирует, если это будет угрожать его собственному населению или его суверенитету. Станислав Тарасов затронул вопрос об экономическом кризисе Анкары и Тегерана. Глава МИД Турции Мэвлюд Чавушуглу в интервью телеканалу НТВ заявил, что любая дестабилизация ситуации в Иране повлияет на обстановку во всем регионе. Это естественно, ведь гражданская война в Сирии, в которой Турция и Иран выступают в альянсе, уже давно приобрела все признаки иополитического конфликта. Выбить из этой троицы Иран означает качественное изменение ситуации, хотя бы потому, что у Ирана, кроме Сирии, почти нет союзников на Ближнем Востоке. В регионе против него выступают Саудовская Аравия и Израиль, с которыми, кстати, у Турции также напряженные отношения. В то же время, как пишет израильское издание Хаарец, Анкара сама балансирующая на грани американских санкций из-за расширяющего военно-технического сотрудничества с Россией. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган открыто обвиняет США и в целом Запад в стремлении подорвать национальную финансовую систему и экономику. Страна свалилась в инфляционно-девальвационный штопор. По данным Bloomberg, в текущем году лира является рекордсменом по темпам девальвации валют развивающихся стран, за исключением аргентинского ПЭСа. Нечто подобное происходит и в Иране после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани, как и Эрдоган, обвинил США в стремлении развязать против Ирана экономическую войну. Напомним, на днях США пытались ввести против Тегерана санкции Совбеза ООН и выступили с призывом к другим странам, в том числе и к Турции, отказаться от закупок иранской нефти. К тому же с апреля 2018 года реальный курс иранского реала упал почти в два раза, достигнув почти 90 тысяч реалов за доллар. Ослабление драмы в стране вызвало массовые протесты. В результате этого против нынешних властей Ирана и Турции критика будет расти. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Пиди Генаг» в исполнении Нертика Испириана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!